И так, всем привет дорогие друзья, с вами Сноя Дисан, в принципе мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Блэк Драгон, и меня опять вообще ну просто куча новостей, куча, я многое успел сделать без того как я играл без съемки, но как видите у меня уже немножко Тиртуга, Тартуга прокачана, еще вроде 3 уровня осталось, чтобы она эволюционировала. И короче дорогие друзья, не судите меня, но я словил двоих легендарных покемонов, не говорите что я читер, потому что это не так, первого я словил Молтреса, в принципе сейчас вы видите скриншот на экране, как я его нашел, как я его ловил, и в принципе сейчас вы можете увидеть скриншот Райквазы. Еще, я наубивал кучу покемонов боссов, ну просто нереальную кучу, это все диски, которые повыпадали с них, кстати вот тут еще есть у меня, я уже даже отдельный сундук составил для дисков, которые не помещаются в один сундук. Вот так, я выбрал еще 3 мастербола, прикиньте, 3 мастербола, ну сейчас у меня только 2 мастербола, не считая то, что я еще и Молтреса словил, еще Райквазу словил, то бишь еще 2 мастербола были, и у меня были 3 мастербола. Но я один мастербол подарил одному игроку, я как, ну приблизительно пару часов назад, я нашел еще одного Молтреса, вот заспавнился он тут на горе, и в принципе вот тут я написал, кому нужен Молтрес, так как у меня уже есть Молтрес, да, мне он не нужен, не нужен был. Потом один игрок прибежал, словил его, ну хорошо, словил, словил, все, там сказал спасибо, все отлично. Приблизительно через 5 минут я буждал над равнинами, заспавнился Райкваза, я нашел Райквазу, я сказал, кому нужна Райкваза, да. Опять он прибежал, давай опять мне, ну хорошо, но у него не было мастербола, был все-таки легендарный, да. То бишь я ему подарил мастербол, можно сказать, подарок на Новый год. В принципе я там всяких еще, вот смотри сколько покемонов тут, всякие вещи, я много всего, чего навыбывал, дорогие друзья. Действительно у меня есть еще пару новостей, во-вторых, или не знаю в которых, смотри, мне уже дарят подарки на Новый год. Смотрите, уже тут несколько сундуков есть, я думаю я тоже этим займусь и тоже буду дарить подарки на Новый год. Ну если вот я сейчас снимаю, это у нас понедельник, то бишь Новый год у нас завтра, это первое число. То бишь, да, то бишь я сегодня еще сделаю, наверное, ну сегодня, наверное, будем все-таки дарить подарки, ну посмотрим. Давайте посмотрим, что там подарил, я еще, конечно, не буду забирать вот эти все подарки, потом завтра, когда будет уже как бы Новый год, да. Давайте посмотрим. Ну вот тут охренеть, я смотрел, уже один мастер-болл можно считать, очень крутой подарок. Тут тоже, смотрите, 64 вот этих серебряных коина, то бишь один золотой коин, то бишь один мастер-болл, еще один мастер-болл. Тут тоже всякие боллы, трейд-машина, ну тоже классный подарок, тут у нас что? Тут мне подарили, я уже тоже, ну я уже смотрел подарки, тут мне подарили окаменелого покемона, ну потом посмотрим, кто это. И тут мне, смотрите, вот это охрененный тоже подарок. 14 ультра-боллов, 14 железных блоков, сахар, мунстон, ни хрена себе, кирка на 4 эффективности, вот охренеть. И еще один мастер-болл, реально крутой подарок. Я тоже буду дарить подарки, я вот как раз, наверное, в ближайшее время, ну, как в ближайшее время, день остался, можно сказать. Я понадобаю, что у меня там есть, и в принципе посмотрим, что и как можно подарить. В принципе, дорогие друзья, ух, ни хрена себе, ты заспавнился. У меня в дворе. Так, что я еще могу сказать, дорогие друзья? Ну, то, что у меня легендарные 2 покемона есть, я уже сказал, в принципе, действительно, дорогие друзья. Я ее нашел, и помимо того, что я нашел 2 легендарных покемона, я нашел еще приблизительно еще 4 легендарных покемона. Ну, как бы я их не ловил, я их не убивал, я просто их нашел и отдал другим игрокам. То бишь, я написал, нужен кому-то там Олдрес, да, нужен кому-то там Райкваза, да. Конечно, есть такие, кому 100% нужен, и в принципе, я просто им подарил, и все. Так что, вот так. И, кстати, я еще Шайни Гравеллера понаходил штук, не знаю сколько, и тоже так людям подавал, можно сказать. Так что, сейчас, я уже, кстати, свой город начал строить. Я уже начал строить свой город, дорогие друзья. Прикиньте, я уже даже сказал, типа, по приколу, знаете, что кому там продать территорию, да, в моем городе, типа, для постройки дома. У меня уже, короче, 4 человека хотело покупать просто одну территорию на моем участке, чтобы, как бы, поселиться в одном городе, и как бы, чтобы это было круто. И это действительно круто, я даже как-то не против, потому что это охренительная идея. Если я дострою, например, дом, да, не дом, а город, то, в принципе, мало того, что я там буду жить, как бы, это город будет, да, то плюс к тому, если игроки там захотят поселяться, как бы, в этом городе, то плюс к тому, что они будут покупать территорию, я буду там, да, навариваться. Плюс к тому, что они будут жить возле меня, и, как бы, будут жить в одном городе, и это уже как-то будет и более интересно играть, так как ты знаешь, что ты построил этот город, и ты живешь в нем с другими игроками. Ну, вот, на карте уже вот тут, видите, небольшая такая местность. Я, конечно, еще почти ничего не построил, я только, вот, выравнивал эту территорию целый день, наверное. Я вот строил вот эту огромнейшую стену вокруг, ну, на этой горе, чтобы, как бы, видеть, что это там будет, ну, город, да. Вы себе не представляете, сколько я булыжника потратил, у меня куча была булыжника, что я накопал, и откуда он у меня был. Ну, суть в том, что я действительно охренеть, как много всего потратил булыжника и времени, даже железо на то, что на кирке, на лопаты, чтобы это все выравнивать. И сегодня целый день я просто вот эту территорию выравнивал. И, в принципе, я тут построю дом, не дом, а город, и будет вот такая площадь, конечно, все это сделаю, чтобы было красиво, да. Потом будет тут отличный город, в принципе, если кто-то захочет, будет тут жить, и, в принципе, будет отлично, да. Давайте мы еще сейчас немножко так выровняем, сколько у меня там, 15... 15... А, ба-ба-барам-барам... Земли, да. Можно еще будет немножко выровнять. Вот так вот. Ну, отлично будет, действительно будет отлично, если тут будут жить люди. А, не хватило. В принципе, пофиг потом. А хотя вот тут, тут есть у нас же. Я и забыл. Потом и стену огромную такую сделаю, чтобы было видно, что это какой-то отличный город. Еще что-то. Разделю тут территорию, сделаю дорожки. Я даже уже идею подал, там, несколько людей даже согласились, что, типа, уже, как вы знаете, на сервере там они сидели и напросто просто торговали, да. Продам там алмазы, продам там мастер болт за алмазы, продам там еще что-то такое. То бишь, уже еще одна идея, можно сказать, открывать свои городки вот в этом городе. То бишь, даже игроки, которые захотят, как бы, вот, мне нужно что-то купить, они будут знать, что вот в таком-то, в таком-то там городе, что там построили, да. Можно купить, например, мастер болт, там, в два раза дороже, чем, например, в том же магазине на спауне, да. И это будет действительно офигенная идея. Действительно. Я просто, вот, решил записать, так как я вот это все делал без съемки, ну, в принципе, например, да, когда я нашел легендарных покемонов. За то время, пока бы я включил, начал запись, и вот это все, он бы или уже пропал, или бы кто-то другой прибежал и словил его. Поэтому, как бы, не знаю. Ну, нашел так нашел. Я думаю, читерства тут никакого нету, что вы скажете. Вот читер, он не показывает на съемку, как он словил легендарных, а уже два легендарных есть. Ну, в принципе, скриншоты я показал, если вам этого мало, ну, извините, дорогие друзья, больше я ничего не смог сделать. Я действительно понаходил кучу легендарных, ну, конечно же, только за Молтресов и Райкваста, как, не знаю. Мью я тоже искал кучу времени, в джунках сидел, летал, то же самое и про Заптаса, ну, никто не спавнится. Ну, в принципе, потом. Я вот тоже вот так бегаю, бегаю, и вот, кстати, а нет, это я уже перезошел. Ну, я говорил, что за спамом есть там два легендарных пару часов назад. Ну, в принципе, да, будем строить вот этот город, будем его достраивать, будем поселять тут людей, можно и так сказать. В принципе, что мне сейчас нужно сделать? Ну, вот это засеять, ну, в смысле, землю тут сделать, да. А, ну, же, да, ты ж твою, джо-дуд. Ну, вот как раз он в текстуре упал вниз, там, где я все выкапывал. Я тоже, ну, нереально просто потратил блоков, вот этих, земли. Я даже уже просил, есть ли у кого блоки земли, как-то просить блоки земли не очень, но, в принципе, меня даже не хватало. Я уже и сам себе накопал еще плюс 30 блоков земли, но и так не хватило, чтобы все это выровнять. Тут же была огромная гора, я это все вот тут посносил, позастроил, короче. В принципе, я говорю, можно будет потом здесь дорожки сделать, я, может, где-то вот там сделаю свой дом, может, потом, если кто-то будет, нет желания там поселиться, там, 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 можно магазинчики сделать, типа, рыночную площадь, такое. В принципе, все, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Я все, что хотел, ой, опять чуть не упал. Я все, что хотел сказать, сказал. И, в принципе, все, дорогие друзья, давайте на этом закончим. Закончим, я опять, наверное, понастраиваю вот тут вот этих всех, ну, дорожки сделаю, потом посмотрим, или же можно будет просто записать серию, как эволюционируем Тартугу, ну, конечно, будем играть, я потом посмотрю, что и как. В принципе, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.